Говоря о методах генетики, скажу, что я упомянул только гибридологический метод Менделя, но на самом деле их еще много. Пять еще есть. Цитогенетический метод. Цитогенетический метод — это метод окрашивания хромосом и их рассмотрения под микроскопом. Вот, например, у нас сейчас беременные женщины очень часто сдают околоплодную жидкость, и там уже клетки плода находятся. И можно действительно в ядре их хромосомы окрасить и рассмотреть. Что можно с помощью этого метода выявить? Во-первых, хромосомные мутации, изменение целостности хромосом. Во-вторых, можно увидеть геномные мутации, самые масштабные мутации, при которых число хромосом меняется. Либо уходит одна или несколько хромосом, либо добавляется. Ну вот, например, трисомию по 21 паре хромосом можно увидеть. То есть синдром Дауна у будущего ребенка. Вот вам цитогенетический метод, еще его называют кариотипированием. Кстати, кариотип — это все особенности хромосом. Набор хромосом, их форма и размеры, химический состав хромосом. Кариотип абсолютно четко виден в половой клетке. Генеалогический метод. Он позволяет определить то, какова система передачи признака в поколениях. И многие наследственные заболевания или признаки определенные, они имели причины того, как они попали к конкретному организму. И генеалогический метод — это, конечно, изучение родословных. Он позволяет после такого изучения определить тип наследования, в частности, наследование аутосомное, либо сцепленное с полом. Я, кстати, про это еще не упоминал. Вы знаете, что у нас, например, в соматической клетке у человека 44 аутосомы и две половых хромосомы. Если ген находится в этих 44 аутосомах, это аутосомное наследование. Он наследуется с помощью аутосомы. Если же ген в половых хромосомах, у мужчин это XY, у женщин XX, две половые хромосомы, то есть всего хромосом 46, то если в половых, то это сцепленное с полом наследование. Сразу вам скажу, что при этом у нас есть такой вариант, когда каждое из этих аутосомное наследование и сцепленное с полом наследование еще делятся на два. Аутосомное бывает доминантное, когда А большая, отвечает за признак, и рецидивное — А малое. Ну и сцепленное с полом тоже. Но только, тоже бывает доминантный рецидивный, только мы ставим в этом случае в генетике X-хромосому и индексом, Например, А большое, либо А малое пишем уже саму аллель непосредственно над X-хромосомой. В Y-хромосоме мы не пишем никаких аллелей, потому что она у нас генетически инертна, и там не указываются аллели. То есть с помощью генеалогического метода можно понять не только аутосомное наследование или сцепленное с полом, я вам в следующий раз покажу, как это делать, но и еще также признак доминантный или рецессивный. Сразу скажу кратко вам, что аутосомное наследование — это если у нас признак наследуется, не зависит вообще от пола, он характерный и для самок, и для самцов, то есть для мужчин и для женщин, то есть у всех присутствует. Если же сцепленное с полом, то он у кого-то больше одного. Если сцепленное с полом, сейчас я вам скажу, если сцепленное с полом доминантное, то там больше у женщин признак проявляется. Если сцепленное с полом рецессивное, то больше у мужчин. Вот такая вот история. Это был генеалогический метод. Дальше. Еще есть, конечно же, метод близнецовый. Изучают однояйцевых близнецов, которые из одной зиготы появились, или монозиготных близнецов. Здесь есть одна особенность. Какая? Когда зигота делится, она образует две клетки. И если эти две клетки дадут эмбрионов, то это будут два абсолютно одинаковых эмбриона, которые одного пола, которые внешне будут одинаково выглядеть. Там, кстати говоря, эти две клетки еще могут поделиться на две таких же. Получается, четыре близнеца может появиться. Но есть так называемое поле эмбрионии. Даже четыре, не только два. В общем, в любом случае, все они будут выглядеть так, как гены одинаковые, потому что клетки методов делились. Все они будут выглядеть абсолютно одинаково внешне, то есть гены одинаковые. Но, как сказать, внешне, это уже я не совсем четко сказал. Дело в том, что, по крайней мере, на начальных этапах в детстве могут быть одинаковыми. А вот уже позже, так как среда постепенно влияет, представляет большой интерес изучать то, как на однояйцевых близнецов повлияет среда в процессе их жизни. Гены у них одинаковые. Гены не имеют в этом случае значения, потому что они абсолютно одинаковые у них. Но то, как повлияет среда, вот это уже очень важно. И здесь возможны варианты. Например, один организм будет фактически, скажем так, может при большом количестве пищи приобрести лишний вес. Да, один близнец, другой остаться худым. Вот во влиянии среды. И можно изучать причины этого лишнего веса, например. Хотя, вроде бы, близнецы должны быть одинаковыми. Да? Ну, совсем нет. Да. А вы знаете, это вообще, это генетически обусловлено. Есть определенные гены, которые кодируют ферменты, которые это запускают. Есть у некоторых, например, есть такие броненосцы, у них вообще полиэмбрионии очень часто. И у наездников. То есть, значит, есть какие-то гены, которые этим управляют. У людей то же самое. Это бывает редко, но бывает на самом деле. И у этого тоже может быть генетическая какая-то обусловленность. То есть, какие-то гены активируются. От чего это зависит? Ну, это уже другой вопрос. Иногда гены активируются под влиянием среды. У каждого уникальная среда. Иногда какие-то наследственные факторы могут повлиять. Может быть, там уже в роду у кого-то были близнецы, и какой-то ген есть. У нас очень много генов, которые запускают этот процесс. То есть, это достаточно такой вопрос, скажем так. Они связаны со спецификой генотипа конкретной особи и среды. И влияние среды в том числе. Дальше. Что тут еще? Вот я хотел сказать. Какой еще метод есть? То есть, цитогенетический мы сказали. Гибридологический Менделя. Близнецовый. Генеалогический. Ну, осталось два. Биохимический. Вы знаете, биохимический – это уже изучение химического состава клеток и тканей, при котором можно сделать выводы о причинах наследственных заболеваний. Вот, в частности, есть такой наследственный сахарный диабет. И ученые, как определили причину его, они посмотрели внутрь инсулина и увидели, вот как раз биохимический метод, и увидели, что в инсулине заменена одна аминокислота. То есть, должна быть определенная аминокислота, но она заменена совершенно другую, неподходящую. Поэтому инсулин нарушил свою функцию, он не работает, и в связи с этим глюкоза огромное количество в теле. Да, и развивается сахарный диабет. Соответственно, также, кстати говоря, была открыта причина и серповидной клеточной анемии, когда ритроцит серповидный, там тоже в гемоглобине аминокислота изменена. Причины были в том, что произошла генная мутация, какие-то нуклеотиды в ДНК выпали, и изменился гемоглобин и инсулин. То есть, соответственно, ученые, зная это, уже могут подобрать лечение, уже могут спроектировать возможные способы терапии, понимая глубинные причины на уровне веществ, заболеваний на уровне веществ. Ну и есть, конечно же, у нас популяционно-статистический метод генетики. Суть его состоит в том, что при изучении распространенности различных признаков и заболеваний популяции ученые могут сделать выводы о судьбе популяции. То есть, любая популяция имеет определенное будущее. И ученые изучают концентрацию аллелей популяции, делают выводы о том, как популяция в дальнейшем будет развиваться. Кстати, вот еще хотел вам сказать, что на самом деле, вот я вам законы Менделя привел, но они ведь носят статистический характер. Что это означает? Что они могут вообще не проявляться при маленьком потомстве. Вот, например, первый и второй закон Менделя. Вот эти соотношения 3 к 1, 1-2 к 1 во втором законе Менделя, они могут вообще не появиться, есть ли маленькое потомство. Они могут не сработать. Тогда в этом случае совершенно случайно будет рождаться какой-то один организм. Ну, хотя бы если бы 4 там потомка рождалась, там по 25% вероятность какого-то признака. Но когда вообще у коровы рождается один теленок, ну, там даже вообще никакого 3 к 1 не будет вообще-то. Да, да, здесь совершенно случайно будут характерны для организма определенные признаки, которых мы не можем заранее предусмотреть, потому что это все зависит от слияния половых клеток. Поэтому законы Менделя не всегда работают. Чем больше потомства, тем больше, в общем-то, вероятность того, чтобы законы Менделя сработали.